Привет, друг с тобой Глебовский. Давно не виделись. Если что, у меня вот тут я скачал ячмень недавно. Альхалязи, как правильно говорят. Поэтому, думаю, это особо вас не смущает. Так вот, не суть. Что ж, да, я давненько не снимал основной свой блог, поэтому пришло самое время этим заняться. Сегодняшнее видео будет посвящено ряду тем, в том числе поговорим, как обычно, о моей жизни. Девюс Пансерик, как я там уживался. Поговорим с вами за мой грядущий день рождения. Не знаю, вышло оно до дня рождения или нет, поскольку 4 августа уже близко на момент этого видео. Но, тем не менее, для этого видео есть что сказать по этому поводу. Поговорим насчет планов на мой канал, включая видео по всяким геймерставам, ливском позициях, по всем вами любимым блогам. Также я поговорю с вами насчет дальнейшей судьбы канала, что я об этом думаю. Ну и, конечно же, дам вам, вами любимое на будстве, на жизнь. Пожалуй, самое вкусненькое, что может быть в моем блоге. Вы заметили, да, что, как и в прошлом выпуске, я решил особо со студией не заморачиваться. Ну, все-таки, во-первых, имеет смысл какое-то делать разнообразие в жизни. Ну, во-вторых, как бы, немножко надоедает, когда нужно всякие разы для того, чтобы записывать такого рода формат видео, нужно обязательно делать студию. На самом деле, я считаю, не обязательно. Как раз именно вот, я считаю, вот такой метод, как перемещение локаций, даже вполне себе красит мой блог. Единственное, что может быть непривычно, потому что, типа, микрофон в студии, все такое. Но микрофон более принципиален для записи, когда там за компьютером, да. А здесь, ну что, здесь как бы я просто с вами записываю, как бы, да, я чувствую себя в этом плане даже свободнее без студии. Вот. То есть, еще раз, насчет глаза не переживайте. Это просто а-ля-зи. Это обычная тема. Единственное, у меня его давно не было, но в жизни это уже не первый раз у меня так. То есть, у меня есть определенная проблема с глазами в этом отношении. Сперва поговорим с вами насчет июля, как он у меня прошел. Ну, июль, в принципе, прошел так лайтово. Ну, хотя местами все-таки я куда-то ездил. Например, с братом ездил на водохранилище, юг Москвы. Есть такое водохранилище, Вакуша называется. Вот там мы были и даже плавали на вот этих сапах. Сапы – это вот такие лодки, практически как доски. На них встаешь, используешь весла или весло, и стоит, и по нему плаваешь. Или сидя. Это отдельный вид удовольствия. Да, вот так мы тогда проводили время. И ходили в лесопарк, как мы там вместе проводили время, интересно. Как я там липу собирал. Поподробнее я думаю об этом рассказать как-нибудь в Archivideus. Поэтому я так просто, как пример, провожу. Как у меня, например, чего у меня прошел июль. Потому что я уже записываю, сейчас уже август начался. Но поэтому я считаю, что стоит все-таки рассказать про июль. Также июль запомнился подготовка к диспансеру, как я как бы решал ряд вопросов с военкоматом по этому поводу. В частности, с психиатром. После того, как я сдал ряд анализов, я получил это направление. И уже потом добивался того, чтобы меня туда положили. Ничего, обрежем. Вот. Когда я пытался лечь диспансер, первая попытка у меня не удалась. Нам предлагали тогда, чтобы я лег в другое отделение. Но там мне не понравилось. Поэтому я постарался снова, как бы это не по записи, но все-таки добиться, чтобы меня положили через пару дней. Ну и вторая попытка удалась успешно. Я лежал в течение там нескольких дней. Пока мне не выписали ни прилины, ни на стационар. Который у меня сейчас проходит. Но об этом поподробнее расскажу чуть попозже. Давайте, собственно, в общей ситуации расскажу, что есть этот диспансер. Как мне это удавалось там выживать, если так можно выразиться. Вот. На самом деле, с точки зрения того же коллектива, все вполне себе. И особенно вот там, где моя палата была. Это была седьмая такая самая, такая спокойная. Там лежали в основном, как я, вот, типа прозывники, там, если так говорят, то есть мои ровесники. Они вполне себе общительные, нормальные. Единственное, там было пару человек, но они так просто были, как бы, сами по себе. С нами особо не контактировали. В остальном все общались. Такой был мальчишник. Единственное, что без связи. Связь была очень ограничена. Выдавали только по определенному графику на 10 минут чисто связаться. То есть ничего там снимать нельзя было. Все такое. Ну, не принципиально. Для меня было более принципиально вам сообщать, что и как. Причем я не знал, что меня выпустить через 5 дней после того, как меня положили. Потому что я думал, что могут подольше. Но в связи с там, видимо, с графиком, с изменением полюсов, если так это можно назвать, да, в связи, я так понял, еще с реставрационными работами на самой территории диспансера, меня, как и некоторых ребят, в срочном порядке выписывали. Ну, те, кто более-менее здоров, то есть и без тяжелких отклонений. Вот. То есть еще раз меня выписали на пятый день, когда сначала выписался один человек, потом с этого второй, а потом внезапно выписался я. Также хотелось бы отметить по поводу, как нас кормили. Кормили у нас очень скромно, но дополнялся, но все это дополнялось так называемым сладким шкафом. У нас термин означает вот это, типа, буфет, холодильник, куда можно было складывать вещи, которые привозили наши родственники, друзья, близкие, ну, у всех, у кого как складывается, и кто привозил дополнительную еду или перекусить, что не вкусненькое, действительно. Вот. Единственное, что это вкусненькое должно было соответствовать определенному регламенту. То есть, например, какой-нибудь фастфудер, алкоголь, это запрещено, нельзя приносить. А вот, например, молочное что-то такое, фрукты, овощи, вот это вполне себе можно, например. Чем я, собственно, занимался, да? Ну, у меня было чем заниматься, помимо тем, что я периодически, как бы, страдал от скуки, как, по сути, все в моей палате, по крайней мере. Вот. Ну, я занимался учтением, я планировал, канал тот же планировал, и я просто занимался творчеством, перечитывал некоторые книги, которые связаны с философией саморазвития, важные для меня. Вот. Так что было чем заняться. Единственное, я еще раз отмечу, немножечко волновался насчет смартфона, в том смысле, что когда обещали выдать мне смартфон, типа, всем выдали, и в этот же день сказали, типа, я, поскольку новенький, поскольку меня, вот, мой личный врач, я не видел, все такое, поэтому мне его не выдали. Было немножко грустно, но я, как бы, спокойно это принял. Было интересно, в целом, что я увидел там своего двоюродного мурата внезапно, он мне помогал, ассистировал, где-то местами был, как моральная поддержка, так что ему отдельная благодарность. И, как я помню, он уже должен был давно как выписаться, потому что там он лежал все это время с мая месяца, да. Но у него там несколько другая причина, связанная со здоровьем. Напоследок хотелось бы отметить, да, волнение. Волнение, конечно же, не оставили меня в стороне. Я не только насчет связи волновался, я волновался по разным причинам, что я все-таки, как бы, в первом парне, особенно, я волновался. Один раз мне даже, вот, когда приехали ко мне родственники, я, как бы, меня ототронуло, и я, как бы, не выдержал, я разблакался, помню. Причем мне сказали, ну, это нормальная тема, в том смысле, что это у всех так в первый день, конечно, такой стресс, непривычно. Да, потому что я помню, еще первый день я лежал, и у меня, как будто бы, я чувствовал, что это не мое условие, и в первый день я даже не мог заснуть. Я хотел просто сказать, что, блин, я бы хотел бы уйти отсюда. Мне еще казалось, что меня будут держать там надолго, потому что некоторые там держали месяц. Вот. А на фоне того, что я еще немножечко волновался насчет политической ситуации, как бы, что не случилось с моим домом, с техникой, да, как бы, может показаться со стороны низких стран, что я так исключительно волновался, но меня в этом плане понять можно. Новые условия, непонятно, чего ожидать, по большому счету. Давайте так, я, в принципе, в общих чертах я постарался рассказать, то есть я старался некоторые детали специально не озвучивать, специально для того, чтобы снова рассказать об этом, в подробности где-нибудь отдельно, в том же Archivideus. Но хочу отметить, если будет Archivideus, то он не будет, как бы, с видеоматериалом, потому что, по-неделу, там снимать нечего было, потому что не давали ничего снимать. Даже когда давали возможность связаться, там, 10 минут, говорили, это запрещено. Типа, то, что внутри диспансера показывает, запрещено. Вот. Ну, ничего, я в любом случае, если дело дойдет до подробного рассказа, я отдельное видео сделаю, как раз по Archivideus, и как-нибудь, как бы, может быть, через аудио, через какие-то видеоматериалы, может быть, что-нибудь зарисую такое, что-нибудь там, да покажу. Но всему свое время, все может быть. А так, в общем, в чертах все как вот, все как я рассказал. Как я сказал, меня на пятый день внезапно перели на дневной стационар, и я с тех пор туда езжу. По сути, это то же самое, что и, как бы, посещение диспансера, только это, только тебе нужно лежать не каждый день, а ты проезжаешь, когда тебе говорят. То есть это тоже обследование, только в дневное время, то есть ты туда проезжаешь, на тебя, как бы, смотрят, или, может, ты сдаешь какие-то анализы, и все. И так, пока тебя не решат выписать. Пока я еще там езжу, еще завтра должен еще снова поехать. Но, например, вчера у меня был последний день, когда у меня была сдача членового анализа. Вот. И после этого мне сказали, что насчет анализов у меня все, больше чего не надо, только проезжать обследоваться. В общем, как-то так. Не знаю, насколько это протянется, грубо говоря, это может занять пару недель, но в любом случае это куда удобнее, чем лежать в диспансере без связи. Даже пускай, если там есть какой-то коллектив хороший, но все равно домашние условия все-таки получше, чем в диспансере. Это точно. Это по поводу всей моей жизни. Вот. Так ничего особого не происходило, помимо вот этих событий, да, по поводу водохранилища, по поводу диспансера. По большому счету он такой все-таки лайтовый прошел месяц, июль. Ну, а теперь, собственно, уступил август. Посмотрю, что из этого выйдет. Тем более, в связи с моим днем рождения. Вот. Немножечко по поводу своего дня рождения я скажу. Сначала, я думаю, отметить его отдельно с братом, потому что он в мой день рождения улетает в Сахалин. 4 августа я буду отмечать, но довольно скромно, потому что у всех как бы планы, дела. У многих. У меня как бы тоже как бы есть накладки. Поэтому, я думаю, отдельно доотметить, то есть третий раз отметить свой день рождения, отдельно где-нибудь в 20-х числах. Тогда еще мой брат будет, то есть он вернется после этой поездки. И тогда я смогу его отметить по всем канонам. Ну, и то по ситуации. Посмотрим. Но было бы неплохо. То есть, в прошлом году, я помню, разделил день рождения на две части. В этот раз я разделил на три части. Еще раз это с братом отмечу. Накануне перед моим днем рождения основным. Далее идет основной день рождения. Он праздновится, как получается. Ну, и третий день рождения по возможности как бы доотметить его как надо. Со всеми, с друзьями, с поездками какими-нибудь. Но все это по ситуации в любом случае. Чтобы не забыть, отмечив насчет скиллбокса, я им занимаюсь. Уже как минимум модули 5 уже прошел. У меня уже работают с куратором. То есть, у меня курс саунд-дизайна. Единственное, что я занял у банка целый кредит. Это мой первый в жизни такой кредит. 100 тысяч рублей почти. Так что я его немножечко возвращаю. Но в ближайшее время я думаю, как бы вложиться семейно в то, чтобы оплатить хотя бы четверть попробовать. Ну, а теперь продолжаем остальную часть видео. Кстати, Даймон хочет кое-что мне передать, поэтому по поводу моего дня рождения у него есть что сказать. Так что передаю ему слово. За рождение. В этот замечательный день я хочу пожелать тебе в новой 20-й двух детям, чтобы ты не забрасывал тело в своей жизни. Желаю крепкого здоровья и помнить, что самая жизнь, где есть радость, это возможность реализовать себя. Ты всегда можешь ее рассчитывать. А я в свою очередь буду рада тебе помочь, как и дубки. Жизнь бывает трудной, но только когда рядом с тем, кто тут получит, жизнь становится похожей на прекрасную диссию. За рождение. Даймона отдельное спасибо. Ну, а теперь продолжим снова наш разговор. Только немножко в другой локации, в других условиях. Небольшой сюрприз. Продолжая видео в проделах с Карима, в проделах моей истории этого моего последнего артонавта, пока он здесь отдыхает от приключений, поговорим с вами дальше насчет моих планов. Значит, смотрите, давайте начнем со всеми любимого геймерстафа. Первое, что стоит отметить, это Atomic Heart. На момент записи он уже должен выйти прямо завтра. Другой вопрос, насколько я смогу его скачать, то есть пиратить. Вот, хорошо, что все равно сел. Да, это моя такая виртуальная девушка, так сказать. Ну и сюжетный персонаж тоже немаловажный. Вот. Дополнение называется Atomic Heart. Называется это дополнение к Atomic Heart Inhalation Instinct. В комплексе Минтелеева появятся новые типы врагов. Кто смотрел трейлер, тот знает, какой тип врагов. Вот. Но все-таки, первоочень, меня интересует сюжетка, и что произошло в дальнейшем с Нечаемым после событий основной кампании. Вот. Насчет Atomica понятно, но помимо Atomica есть еще другая игра, которая, по сути, должна выйти, мне кажется, в отношении меня, вслед за ней. Это CS2, Counter-Strike 2. Существует известная первая часть, я в нее не играл. Я всегда играл только... Я всегда играл только в Counter-Strike Global Offensive, в CSGO. Ну а теперь выходит долгожданная Counter-Strike 2. И я его, по традиции, вместе с Кириллом, попробую обязательно его отметить. Собственно, стоит отметить насчет The Last Artenoft. Вот. Даже он обрадался немножечко. Я тоже стараюсь не забывать про The Last Artenoft, потому что это у меня пока такой единственный из ролплеевых таких блогов под рубрик, если правильно сказать, геймерстафа. Вот. Так что, я думаю, я думаю, немалому количеству моих зрителей было бы интересно узнать дальнейшую судьбу Готлиба Аврелия вот этого персонажа. Еще немаловажно отметить, что в рамках моих планов по каналу еще рассматриваются, как ни странно и как бы необычно изучал, но The Last Cross Online, потому что Кирилл недавно сыграл вот эту прекрасную онлайн-рпг игру. Правда, она ему не совсем понравилась, но я думаю, все понимают, почему она не понравилась, потому что он играл один, а The Last Cross Online подразумевает именно кооператив или игру с друзьями, поэтому в сути чего имеет смысл как бы поддержать его мнение, как бы изменить его в лучшую сторону его отношения к The Last Cross Online, а может и вовсе отношение к ммрпг, потому что он относится к ним, ко всем ним скептически. Я может, я может тоже не прям крупные фанаты ммрпг, но мне в принципе я нахожу в этом все кто-то свое всегда, особенно когда дело доходит до игры с друзьями. вот. Так вот, был я о том, что было бы очень круто и очень прикольно сыграть с Киеном в The Last Cross, тем более, может быть, дело дойдет до того же роллплей. Ну, посмотрим. как бы, вот это старое вот это мое видео геймерстав про арт про автор. То есть, вот это видео про артонавты, в котором у меня старое, то есть, оно не совсем рулплеевое, оно как бы лишь наполовину с роллингом связано. Так что, думаю, в таком формате снять именно вот каком-нибудь один такой выпуск про нас с Кириллом. Это же может быть вполне себе такая еще одна история о том, как в год для Паврелии встретил своего такого друга, который является по сути аллегорией моего настоящего друга Кирилла. Вообще, все это было бы очень интересно увидеть. Ну, а так, посмотрим по ситуации. Чисто делюсь мыслью насчет кеймерстав, очередную мыслью. Я просто стал немножко подумать насчет Team Fortress 2, потому что мы ее давно играли. Она очень рафлянская, она как бы является предшественницей Overwatch 2. То есть, это как Overwatch, только попроще, постарше, но при этом более занимательное, что ли, если правильно так сказать. Вот. Это по поводу Team Fortress 2, что я думаю. База. Вот. Ну и напоследок по поводу геймерстава хотел бы отметить насчет того, что у меня в планах рассматриваются новые видео. Ой, она уже по сюжету вампир. Ей приходится иногда одевать капюшон, ну, чтобы ей это особо не мешало. Ну, так, я не договорил насчет того, что последнее, что я хочу сказать по поводу геймерстава, это то, что в моих планах сделать еще парочку, как минимум, миксовых видео по Overwatch, то есть Overmix, Apex, Arpex Mix и вот эти. Как бы снова показать вам, как мы играли, переигрывали в эти две замечательные игры, через что мы проходили, так что это тоже стоит того. Ну, теперь давайте напоследок здесь просяду и давайте-ка поговорим об остальных блогах, но теперь в какой-нибудь другой игре, так что давайте продолжим. Ну, а теперь касаемо остальных рубрик, я решил о них поговорить в Minecraft. и давайте пока вот здесь я хожу, с вами вот так вот общаюсь, вот буду здесь ходить, заодно буду показывать вам, что здесь у меня в креативе есть, то есть деревня она изначально здесь, то есть она сгенерирована, озеленение и все остальное прочее, это уже я делал. Итак, давайте все-таки приступим к теме. Давайте поговорим о английском позициях, тут немного, как минимум я работаю над новым альбомом, как видите, у меня неплохо здесь работать охрана, молодцы все, големы, вот, я работаю новым альбомом, но композиции пишу, хотя пишу медленно, но, и вот, собственно, что хотелось бы еще сказать насчет глибской позициях, у меня есть такая мысль, помимо того, что у меня есть глибской позициях, у меня есть глибовский девальденс, кто не знал, у меня все это время, очень долгое время, уже этот год, как бы у меня уже давно присутствует такая полускрытая такая рубрика глибовский девальденс, которая у меня доступна в проделах ВКонтакте, но поскольку там очень много чего интересного и много всяких интересов на работах и ремиксах, я бы хотел них тоже делиться и в качестве ее дополнительной составляющей хотел бы сделать глебс, глебском позициях, вот, то есть я к тому, что я бы хотел их по сути объединить в одно и наверное назвать типа глебс саунд, но почему бы нет, в принципе звучит звучно, но на названии наверное стоит еще подумать, и то если я все-таки решил их объединить, то есть я говорю это, что это может быть, может быть останется все как есть, но мне кажется, что в принципе было бы прикольно все это объединить, и глебовский девайлминс, и глебском позициях, потому что все это связано с моим опытом в саундизайне, к тому же, как вы знаете, я как бы повышаю свою профессиональную квалификацию в этом направлении и хотя бы уже со следующего года уже зарабатывать, начать, получать первые заказы, а то и раньше. Давайте теперь поговорим собственно про Archivideos. пока я могу только сказать, что я думаю сделать какое-нибудь или одно, или даже такое многосерийное видео про лето этого года, потому что тоже есть что рассказать, показать, связать с какими-то мыслями, потому что это жизнь, она разнообразная, и я Archivideos это показываю наглядно. Ну и собственно последнее, что стоит рассказать вам, это по поводу Даймона. Как вы знаете, Даймон это вещдельное, но тут есть один такой нюанс, для кого-то это может показаться немножко грустным, но как мне кажется, Даймон может стать не более чем частью вот этого моего блока, то есть вот эти подробники в напутствии, точнее, не подробники, вот эти части в рубрике связаны с напутствием, но вообще Даймон это все-таки такое в плане блогов он все-таки это универсальное звено, оно может быть как у себя в Даймоне, как здесь, так и в Геймерстафе и других моих рубриках вообще язык где угодно на моем канале. Все-таки это моя вторая сущность. Да, Даймон? Разумеется. Как видите, он согласен. По сути, это все по поводу рубрик, по поводу моих планов, по поводу них. Давайте перейдем к следующим темам, которых я еще не рассказал, соответственно. давайте. Так, в этот раз я решил выйти на участок, на свежий воздух, на фоне моих тыков и прочее. Кстати, да, я вам рассказывал, что я занимаюсь садоводством, и я думаю, может быть, как раз насчет архивидеус, если говорить немножечко, может быть, я какому-нибудь еще одно видео посвящу, связанное с моим дачным сезоном, какой у меня вот в этом году вышел. Несмотря на то, что я про предыдущие свои пять сезонов, которые у меня вот за всю свою жизнь были, я не рассказывал, хотя бы про это может быть расскажу. В общем, не суть. Собственно, давайте поговорим о такой теме, как дальнейшая судьба канала. Все-таки давайте пока вот так я буду как бы снимать от первого лица. Да, у меня, конечно, он зарос. Мое дело это специально для того, чтобы потом в один момент взять все это собрать сразу. То есть у меня такой полузаброшенный тискать огород, хотя мне обычно это не было свойственно, но поскольку я отхожу от этой тематики, как бы уделяю больше времени самим вопросам, то, к сожалению, да. Не все это будет убрано в любом случае, просто пока такая задержка это нормальная тема. У нас такой бывал уже. Осталось тут говорить немножко, так что все нормально. Что я думаю собственно насчет канала? Самое очевидное это, конечно же, то, что я его не думаю забрасывать. Это всегда. обычно. Я не думаю его забрасывать, я думаю продолжать. Но единственное я хочу вас немножко подобретить о том, что возможно в ближайшее время в связи с тем, что у меня должен решиться вопрос с моим вот этим военкоматом, с от этой моей категорией по возможности если что-то будет такое. Ну и поскольку я в коем времени снова буду возвращаться к вопросам работы, то есть я пока как бы поставил их на паузу, кто не знал. Но я к ним в коем времени вернусь и это может сказаться на мой так сказать общий график дел. В том числе может сказаться на канале. Не думаю, что сильно, но это может сказаться на том, что, например, видео будут чуть реже выходить в среднем. Ну а так все-таки я буду что-то выкладывать, показывать вам, творить, делиться с вами напутствиями, теми же своими наработками в саунд-дизайне, допустим. Кстати, яблоника, конечно, бедная. В этом году ей очень тяжело удается расти и развиваться. Так, ну что хотел сказать. Да, кстати, давайте все-таки я подмечу тему, давайте все-таки подмечу. Я о чем? Я о том, что, несмотря на то, что я не планирую пока забрасывать канал, покидать его, заканчивать с ним что-либо. Но, тем не менее, я немножечко подумал о том, что делать, как себя вести в случае, если я решу поступить обратным способом, обратным образом. Это не обязательно должно случиться, но, чтобы быть самому к этому готовым, или вам быть при этом готовым, я должен немножечко подумать насчет того, как себя вести, к чем быть готовым в случае, если по тем или иным соображениям я решу покинуть канал, волнули в лучшем случае, допустим, уйти в длительный отпуск, да, отправить канал на заморозку. Даже еще раз, не пугайтесь этой темой, если это, конечно, вас так волнует. Это просто, как бы, подготовка к определенной ситуации. Кто предупрежден, тот вооружен, как говорится. Так что, тем самым, я хочу предупредить ситуацию. Вот, а пока мой канал живет, это круто, классно. Ну, и, конечно, самое главное, то, что есть, потому, что для нас с вами мои видео, мои труды, они останутся и в памяти, и, наверное, в простой интернете сохранятся надолго. пока не менее я на это рассчитываю. Ну, а что по поводу жизни? Самое главное, я, как всегда, делал, я продолжал свой путь и продолжаю, буду продолжать жить, делиться счастьем, творить. Собственно, зачем мне еще жить? Зачем я еще живу? Собственно, для таких вещей, для таких моментов, мгновений, потому, что оно стоит того. Вся жизнь моя стоит того, чтобы делиться с кем-то этим счастьем и возможностью просто жить и творить одновременно. Ну, а теперь давайте передаю слово Даймону, пусть он напоследок даст вам пару напутствий. У каждого из нас каждый день возникают трудности жизни. Какие-то маленькие, другие побольше. А порой бывают реальные трудности жизни, а то и трагедии. Но что бы с нами ни происходило в этом плане, главное то, что мы делаем. Главное то, как мы отвечаем на эти вызовы жизни, судьбы. И, что не менее важно, по возможности преодолевать их вместе. Но если приходится все делать в одиночку, это тоже уместно, хотя и сложнее, но даже независимо от того, как мы поступаем в отношении наших трудностей жизни, главное не отчаиваться. Тем самым мы реализуем свою собственную свободу, свой собственный замысел. Ибо без уверенности в своей возможности, без намерения добиваться своего, не пренебрегая своей человеческой порядочности, сложно быть и ощущать себя свободой. Но свобода это не только возможность, прежде всего это личный выбор. Ибо мы по-настоящему свободны ровно тогда, когда мы сами этого хотим. и добиваемся своей свободы на деле. Вот такой получился выпуск. Спасибо за просмотр и увидимся в следующих видео. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok